Радио Ярсале 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 Получается, уже как-то творчество свое дальше развивать. Первый твой, может быть, участие в мероприятии, какой ты помнишь? Студ весна. Первый конкурс, это был Студ весна. Я пел песню в свое собственное сочинение, но никуда не прошел, ничего не выиграл. Но это был первый опыт. Ты, получается, пишешь стихи сам? Да, с детства у меня мама тоже пишет стихи, а папа когда-то пел. И как-то, получается, от их обоих я взял немножечко, по чуть-чуть. Можно сказать, что у вас семья такая творческая, родители, что ты. А дальше вот ты как развиваешься сейчас? Я пишу стихи, пытаюсь как-то их реализовать в музыку, в песню. Мало-помалу, но продвигаемся к своей мечте, так сказать. Что для тебя было в детстве примером для подражания? Я не скажу примером для подражания, я расскажу интересную историю. Я записался в хор. Преподавателем был уже ушедший, к сожалению, отцу Владимира Степановича. И я очень хотел петь, и так получилось, что я опоздал на репетицию. Отец работал на то время в банке, и я стоял за дверью, приоткрыл дверь, и там все ребята поют уже. Я расплакался, я думал, что все меня выгонят из хора, и я заплаканный пошел к отцу на работу, открывая дверь, и всех людей растолкал. И он на меня смотрит, говорит, сынок, что случилось такое? Я говорю, я опоздал на репетицию, мне так грустно было. И он бросил все дела, и пошел. Все люди поняли, что понимающие относились. Он отвел меня на эту репетицию, постучался, я открыл дверь. Владимир Степанович, у меня сын опоздал на репетицию, а я остаюсь зареванный, получается. И он говорит, да, пускай, конечно, заходит. И я взял этот текст песни, и стоял среди всех ребят, с кем дружил, и стоял зареванный пил эту песню. И вот такая интересная история из жизни. И тогда отец мне сказал, что сынок, тогда я понял, что ты станешь музыкантом, творческим хотя бы человеком. После того, как ты проучился в техникуме, ты дальше куда поступил, остался в Тюмени жить, куда-то поехал? После учебы, получается, в Тюмени записались первые мои песни, после чего я пошел в армию. В армию я не перестал писать, также писал стихи. После демобилизации я вернулся и записал тоже несколько песен. Но на то время в армии ничего не остается, как планировать. И на то время я понял то, что я не готов связать свою жизнь с работой, сварщика или что-то такое, или работать на нефтегазовой отрасли. И я для себя решил то, что я должен учиться дальше. И я сообщил всем близким то, что, дорогие мои, я буду учиться дальше. И был выбор музыкальное или кинематографическое. Но помимо музыки я очень люблю кино. С самого детства мы с сестрой брали родительскую камеру отцовскую и снимали свое домашнее такое любительское кино. И это было так мило. И до сих пор эти видеозаписи сохранились. И с радостью, с любовью мы смотрим эти видео. Но, получается, я поступил в Москву после кинематографической. Я подавал в ГИК на актерское мастерство. Но там был большой сложный конкурс. И времени на подготовку у меня было совершенно мало. Я не поступил. И потом поступил звонок. Мне предложили поступить. Тумая Владимир Иванович, наверняка ты знаешь, как он снял Белаягер. Он собирал курс на режиссерский факультет. Мы с ним встретились. Мы с ним поговорили. Я ему рассказал про свои идеи, про свои прошлые работы. Любительские, так сказать. Его это заинтересовало. Он дал задание на лето. И сказал, выполнишь, ты поступишь. И летний период я все сделал. И с успехом поступил на его курсы. Я знаю, что твоя первая творческая работа, это ты снимался в Яралаше. Да, на тот период я учился еще в Тюмени. Я записался, увидел противевидение кастинга на Тюменский Яралаш. Это филиал Яралаши Москвы, который находится в Тюмени. Я пришел к курсу актерского мастерства успешно. Все мне очень понравилось. Большой незабываемый опыт. И в конце мы сняли, да, Тюменинский Яралаш. Там небольшой такой кадр получается. Я не знаю. По телеканалу СТС, по-моему, утренний период, там крутили местные новости. Местные телевидения, и там показывают Тюменский Яралаши. Я себя увидел в первый раз на телевизоре. Ну, не на большом экране, а, по крайней мере, на телевизоре. Помимо этих вот, ну, Яралаши, по-моему, какие-то мероприятия, может быть, ты посещал интересные такие для тебя запоминающиеся? Какие мероприятия посещал? Ну, может быть, куда ты ездил, с твоими творческими песнями, не знаю, представлял где-то? Нет, не довелось, конечно. Ну, в плане нашего округа, допустим, да. Я никогда не забываю, допустим, про родное село. Постоянно праздники, концерты. Выступал, был ведущим. Даже довелось провести свадьбу. Был ведущим на дне рождения. И, как бы, это опыт. Опыт, я считаю, это неплохо. А сейчас реклама. Через минуту вновь вернемся к нашему разговору. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Мы вновь в студии Радио Ярселя. У нас в гостях Юрий Худи. Мы говорим о творчестве, о его детстве, о его вовлечениях. Твои ближайшие творческие планы? Мои ближайшие творческие планы, это, несомненно, первоначальный план, это закончить учебу, защитить диплом. Получается, мы провели съемки документального кино. Про вам известного человека Хадрия Катаджейс. Наверняка ты его знаешь. Мы сняли интересное документальное кино про его жизнь, о том, как он переехал, парень с Ямала переехал в Москву, поставил чум. Ведет этнический образ жизни, так сказать. И я очень доводен, да, и сейчас мы занимаемся полностью, работаем над этим фильмом, мы его монтируем, довольно-таки будет интересная работа. Дальнейшие планы, также моя мечта записать альбом. Накопилось очень много стихов, записать альбом, несомненно. Также у меня есть племянница, Куди Карина, ей большой привет. Она тоже занимается музыкой, она очень творческий человек, и я хочу заняться ее продюсированием. Я пишу ей песни, да, пару песен я уже ей написал, в дальнейшем она поступит, я напишу музыку для нее. Ну, то есть я, конечно, звукорежиссер, допустим. И, да, я хочу ее продюсировать. Еще хотел спросить, а вот стихи ты, о чем ты пишешь эти стихи? Люби. Да, о чем можно писать, допустим. Какая, допустим, у парня молодого, целевая аудитория, конечно, девушка. А Люби. Планы на будущее, как я ранее упомянул, Владимира Ивановича Тумаева, который снял «Белый ягель», он планирует снять еще один фильм, пока рабочее название я даже не скажу. Но он в качестве актера меня пригласил на съемки, и для меня, мне кажется, я очень горюй тем, что попасть на настоящую прям съемочную площадку в качестве тем более актера. Да, даже если в массовке, я бы уже согласился для меня, это уже радость была бы посмотреть, как это все прям изнутри состоит. Ну, довелось еще побывать на съемках рэпера Аисты и Бьянки, певицы, у них песни «Искрыли». Вот, тоже поучаствовал, так сказать, помогал у нас во время съемочного процесса. Тоже интересный опыт. А еще, может быть, с кем-то еще, со знаменитостями знаком? Да я не знаю, с тобой знаком. Так, со знаменитостями. Учился, не только вот моя мастерская была Владимира Валентиновича Меньшова, который снял «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит». Ну, актер, режиссер, продюсер. Довелось у него учиться. Это прям большая такая честь. В конце каждого года у нас, по закрытию сессии, мы ставили театральные постановки. По «Островскому», по «Гугуле». И я ставил как режиссер и участвовал как актер. И мы ее актерство и игру замечали, она была очень приятная. Я прям горжусь этим, потому что довелось учиться в «Любовь и голубей». Какие творческие личности тебе знакомы и интересны? В плане кинематографа мне очень интересны, допустим, Юрий Быков, также Алексей Сидоров, Федор Бондарчик, он снимает блокбастеры, это мирового уровня, мне очень нравится. Не могу заметить, не отметить Владимира Валентиновича Меньшова, Тумаева, потому что, да, это люди, у которых я учился, и мне интересно в дальнейшем, как они будут работать и что они будут снимать. А в музыкальном направлении все ребята, которые, допустим, поднялись прямо снизу и добились прямо успеха. В те люди, которых никто не верил, допустим, даже, можно сказать, Клава Кока, да, было шоу, где звезды российского шоу-бизнеса, все сказали, что она ничего не достигнет, а теперь она на вершине топ-чартов. Не лето, допустим. Ну, нравится таким мне ребятам. Ты больше хотел бы развиваться более, ну, как актер или как певец? Одно другому не мешает, мне кажется. Очень много людей, артистов, кто занимается музыкой и занимается в кинематографе. Мне кажется, талантливый человек должен быть талантлив во всем, и что касается кинематографа, музыки, это, мне кажется, не должно мешать ей в какие-то рамки вгонять. Я хочу, так сказать, охватить обе эти отрасли и освоить их. В свободное время чем любишь заниматься? В свое свободное время, конечно, несомненно, хотелось бы проводить с близкими, с родными, но молодые люди, конечно, хочется иногда встретиться с друзьями, весело провести время. А так, в основном, смотрю кино, смотрю классику мирового кинематографа, и очень уважаю индийское кино. Это, короче, уже давно не секрет, как бы многие друзья уже знают это. Я очень люблю индийское кино, это любовь. К этим фильмам привила мне мама, она с детства смотрела индийское кино, и я полюбил индийское кино. Последний твой просмотренный фильм? Я часто пересматриваю фильмы, те, которые я уже давно посмотрел. Это фильм Роберт и Земекис «Назад будущее», полностью трилогию пересмотрел. Потом, что еще в последнее время смотрел? Пересмотрел «Крестного отца» полностью. Ну, самое лучшее, конечно, это, несомненно, первое. Допустим, ты бы хотел написать книгу, и о чем бы она была, если бы ты хотел написать? Книгу? Ну, я не знаю, мне кажется, я не созрел до этого, чтобы написать книгу. Мне нужно, кажется, какой-то жизненный путь пройти, набраться максимального опыта, чтобы написать книгу. Книгу можно, не знаю, это просто так из головы не возьмешь. Или, допустим, если писать художественный роман, то у тебя должен быть склад ума именно направлен на это. Если писать автобиографию, нам нужен жизненный опыт, несомненно. А так, пока не скажу, что я готов написать книгу, может, в дальнейшем, когда-то, через какой-то период времени, я смогу, я приду к этому. Но я, правда, не сейчас. Какой бы совет хотел дать ребятам, которые только начинают свой путь, которые только понимают, что бы они хотели, выбирают свою профессию, специальность? Не знаю, вот вы меня на студию пригласили, да, я готов сказать то, что... Ну, мне кажется, намного больше талантливых людей, которые заслуживают сидеть на моем месте, но не давать советы, таким особенно, как я, и которые еще только идут к своей цели. Но не сдаваться, наверное, не слышать никого другу. Если тебе говорят то, что чего-то ты не можешь просто не обращать на это внимания, а следовать своей цели. Если ты чего-то хочешь, то добейся. Спасибо, что пришел к нам в студию. Желаю тебе творческого вдохновения, карьерного роста, здоровья твоим близким и тебе, чтобы на твоем жизненном пути всегда был успех. Большое спасибо, что пригласили меня в эту студию, для меня это большая часть. Вам также творческих успехов, всего доброго. А на этом наша программа подошла к концу, до новых встреч. Радио Ярсале